Мы возвращаемся к привычному ритму наших передач и сегодня говорим об оперативном совещании, которое произошло вчера в правительстве, как обычно по понедельникам. Оперативное совещание правительства вел ради Хабиров. Надо отметить, что по формату это совещание было необычным. Оно было самым коротким за всю историю совещаний. Кроме того, что Хабирова ждали практически 7 минут, само совещание длилось всего 33 минуты. Но чуть позже мы поговорим о некой специфике этого хронометража. Однако отмечаю, что вот эта открытая часть совещания, а была еще и закрытая, длилась всего 33 минуты. Хабиров начал с подведения итогов проведения праздников 9 мая. Душевно поблагодарил соратников за то, что 9 мая было отмечено на высоком уровне. Какая-то там цифра прозвучала, 400 тысяч жителей Башкирии приняли участие в этих празднествах и так далее. Все мы знаем, что 9 мая это теперь обязательное мероприятие, которое фактически второй раз возродилось в нашей стране. Мы помним, что после войны 9 мая не праздновали, а потом только при Брежневе начали нагнетать и нагнетать значимость этого праздника. Ну и теперь вторая волна придания значения этому дню, который уже как 74 года назад случился, и потому государственная задача. Кроме всего прочего, на прошлой неделе Хабиров выдал в открытое пространство фразу, которая, в общем-то, облетела все информационные источники. И, наверное, заставила задуматься многих о сущности нашего нового руководителя республики. Я говорю о той фразе, которую Хабиров произнес в отношении праздника 9 мая. Я дословно цитирую, чтобы не быть голословным или неправильно истолкованным. Мы должны быть признательны президенту страны Владимиру Владимировичу Путину за то, что он сохранил для потомков величие нашей победы. В представлении Хабирова именно Путин сохранил величие нашей победы. Ни Виктор Астафьев, ни Виктор Некрасов, ни прочие те, кто прошли войну и оставили нам об этой войне свои воспоминания и размышления. А именно Владимир Путин увековечил Великую Отечественную войну в сердцах российского народа. Далее Хабиров традиционно рассказал нам о кадровых изменениях в руководстве республики. Собственно, на этой неделе ничего такого существенного не произошло. Всего лишь назначили нового руководителя муниципалитета в Межгорье. Напомню, что предыдущий был арестован ФСБ за коррупцию. Я задумался о другом. Почему Хабиров, рассказывая нам о перестановках и новых назначениях, никогда не говорит об увольнениях, особенно об увольнениях своих собственных соратников, которые он уже начинает производить? В частности, я говорю о увольнении господина Шлык из Министерства земельных и имущественных отношений. Такая значимая должность. И, в общем-то, ближайший красногорский соратник назначен, все воцарился, работает. Почему его уволили? За что? Почему Хабиров об этом не рассказывает? Ну, вот это немножко наводит на мысли. Далее традиционно перешли к обсуждению оперативной обстановки на дорогах, обстановки с пожарами и прочими чрезвычайными ситуациями. Как обычно об этом рассказывали господа Мухаммедьянов и Гумиров. В целом, за вот эти праздничные дни, конечно, в общем-то, статистика была не самая классная. 1600 пожаров, 16 погибших. Начались лесные пожары, 217 гектаров в Училинском районе только загорелось. Упоминался этот знаменитый пожар в Благовещенском районе, который так напугал жителей Башкирии в праздничные дни. Там действительно какая-то картинка была совершенно апокалиптическая. Ну, в целом, то есть, скажем так, ситуация не хуже, не лучше. Рассмешил Мухаммедьянов. Он сообщил, что он начал наносить 2500 километров термопластической разметки на дорогах. 6000 километров там стойкими красками, как он выразился. Видели мы эти стойкие краски, они после первого дождя, значит, разлетаются по всей дороге. Ну, в общем, со 2 мая Мухаммедьянов начал наносить разметку по проспекту Октября в Уфе. Напомню, что в прошлые годы с разметкой, конечно, в Уфе было совсем плохо. И господин Мухаммедьянов сейчас имеет эффект низкого старта. То есть, в принципе, если хоть что-нибудь нарисовать в центре города, то уже станет заметно. Безусловно, что мы должны, наверное, в этом году увидеть красивую белую разметку, иначе все вот эти разговоры могут оказаться иллюстрацией, как бы, ну, бессилия вот этой команды по части наведения порядка на дорогах. Сразу после вот этого текущего и скучного доклада о пожарах и разметке на оперативке началось интересное. Выступающим по первому вопросу был господин Фейзрахманов, а вопрос был о ходе проведения весенних полевых работ. Господин Фейзрахманов со свойственной ему бодростью и косноязычием доложил, значит, о том, что в празднике он не сидел с лажа руки. Объехал он 26 районов республики Башкортостан, посетил 150 хозяйств. Идет он на две недели впереди графика, как он выразился. И посеял уже господин Фейзрахманов 1 миллион 200 тысяч гектаров зерновых культур. Ежедневно он засеивает, вот эту цифру прошу отметить ненадолго, 90 тысяч гектаров. Ежедневно он засеивает. Почему-то господин Фейзрахманов умолчал о том, что в ходе его героической борьбы с урожаем были потери техники, я имею в виду угробленный ланг-круизер 200, который он, значит, в Куэргазинском районе потерял в ходе затяжных боев за урожай. Значит, но господин Фейзрахманов отметил, что на полях не хватает техники. Хотя субсидии есть, дилеры есть, наличие есть, как он стал перечислять все преимущества нынешней ситуации. Вообще, конечно, очень здорово было, зная вот эту его проделку с Курзаком, слушать его вот этот доклад. Далее Фейзрахманов перешел к тревожным сводкам с полей, а именно к той самой гибели азимых культур. Напомню, что в прошлый раз, или в позапрошлый раз, господин Фейзрахманов с печалью сообщил широкой общественности о том, что в Башкортостане погибло азимых на 6 миллиардов рублей. Мы эту цифру тогда отмечали, и я, честно говоря, немножко недоумевал, потому что, ну уж очень какой-то колоссальный ущерб. Поездив по полям и хозяйствам Кургазинского района, потеряв Крузак, господин Фейзрахманов несколько снизил планку ущерба, и теперь говорит всего лишь об одном миллиарде. Вообще, вот это такие скачки цифр и данных, конечно, всегда наводят на мысль о том, что что-то здесь не так. Ну, не бывает вот такого вот колебания цифр от 6 миллиардов к одному, но, тем не менее, мы это колебание сейчас наблюдали. Значит, Фейзрахманов сообщил, что азимы у него погибли на 140 тысячах гектаров. Я вас спросил запомнить цифру 90 тысяч гектаров? Это вообще на два дня работы, ну, по крайней мере, по словам Фейзрахманова. Ликвидировать вот эту проблему на 140 тысячах гектаров, это вообще два дня работы, еще останется покурить. Ну, в общем, сумму прямых затрат Фейзрахманов теперь определил в 1 миллиард рублей. Выслушав доклад Фейзрахманова, Хабиров задал только один вопрос. Какая нужна помощь? Вообще, этот вопрос стал традиционным. Хабиров потихонечку на этих оперативках превращается в Дедушку Мороза. Он не вникает в вопросы, он не критикует, значит, не спорит, не противоречит, он спрашивает, чем помочь. Фейзрахманов на вопрос, чем помочь, почему-то включил рекламную паузу и сообщил, что очень хорошие существуют в мире сельскохозяйственные механизмы, трактора и всякие комбайны, и сразу же перешел к перечислению торговых марок и брендов. Он нам сообщил, что Челленджер и Кейс – это очень замечательные комбайны, и их нам не хватает, а вопреки логике на полях, значит, работают и пашут ржавые белорусы и Алтаи, по его словам. Но, видимо, чуть-чуть не хватило ему напора, чтобы сообщить, что Тойота тоже делает хорошую технику и есть необходимость хотя бы в одной единице боевой с маркой 200, но удержался. Закончив рекламную паузу, Фейзрахманов сообщил, что необходимы субсидии. Ну, тут он начал сам себе противоречить, потому что буквально за пять минут до этого он рассказал, что с субсидиями, субвенциями все здорово, просто обнаглевшие крестьяне отказываются покупать почти даром вот эту американскую и голландскую технику. Ну, в общем, пятиминутка рекламы техники вероятного противника на этом закончилась. Хабиров как-то резюмировал нейтрально. Это все сказал, ну, ничего, я понимаю, что дела идут неплохо. Ну, на этом, как говорится, сеть хозяйственную тему свернули. Ну, как и обычно, как и всегда, Хабиров, будучи очень далек от сельского хозяйства, не имея никакого опыта взаимодействия с этой сферой ни в Красногорске, ни ранее, судя по всему, ну, просто избегает взаимодействия с этими вопросами, потому что он в них абсолютно некомпетентен. Вторым вопросом оперативки, которая была построена по совершенно классической схеме, был вопрос о реализации программы ремонта подъездов многоквартирных домов. Говорили об этом раньше много, и вот уже, в общем-то, пришлось сейчас о чем-то отчитываться. Ровно месяц остается до окончания первого этапа этой программы, когда должны быть отремонтированы 25% запланированных по плану подъездов. Господин Киреев сообщил нам в этот раз, что к 15 июня будет отремонтировано 1123 подъезда в 383 домах, но на данный момент работы ведутся только в 737 подъездах, соответственно, в 261 доме. Это, кстати говоря, составляет всего 65% от плана. А до окончания вот этого первого этапа остается всего месяц. Далее Киреев сообщил очень интересную цифру. Мы все помним, что Михаил Юрьевич совершенно точно не умеет работать с цифрами, не понимает, что говорит. Он не понимает того, что эти цифры самого же его и разоблачают. В этот раз случилось примерно то же самое. Михаил Юрьевич сообщил нам, что у него работает на этих работах 1088 человек. Соответственно, если мы разделим 1088 на 737, количество подъездов, которые он сейчас ремонтирует, мы поймем, что в каждом подъезде работает всего полтора человека. То есть это в среднем. Значит, в одном подъезде двое работают, а в одном один. И вот так попеременно. Теперь давайте вот просто на бытовом уровне попытаемся осмыслить эту ситуацию. Что такое подъезд, например, девятиэтажного дома? Это 9 пролетов, 9 лестничных площадок, это крыльцо подъезда, сам непосредственно подъезд на улицу, это подходы к чердакам и так далее, и так далее. Вот эту всю немалую площадь ремонтирует полтора человека. Вспомните, как вы делали ремонт в своей квартире. Ну, например, я вспомню, как я делал это в своей квартире. У меня, в общем-то, небольшая и немаленькая трехкомнатная квартира, ремонт в которой два месяца делали примерно 6-7 человек, попеременно там меняясь в составе и так далее. Как полтора человека могут отремонтировать один подъезд, там, 9, а то и 12-этажного дома, значит, за всего лишь оставшийся месяц? Непонятно. А это еще при учете того, что господин Киреев не приступил даже к 35% плана, который у него стоит до 15 июня. В общем, как я и говорил ранее, я повторюсь еще раз. Все программы господина Киреева очень сильно отдают неким фальсификатам, на самом деле так, мягко выразимся. Не будем пока это называть мошенничеством, то есть мы не суд и не прокуратура, но те цифры, которые сообщают Киреев, лучше бы он, как говорится, молчал. Они абсолютно не похожи на реальность. Что касается этих столбиков, их цены, скорости и количества их установки, я абсолютно уверен, что в том бюджете там 70% будет просто украдено про столбики. То же самое касается и подъездов. Ну как полтора человека могут отремонтировать подъезд многоквартирного дома? Никак. Просто физически. Даже если это два гения, непьющие, трезвые, работающие круглосуточно двухметровые красавцы-шведы, они не смогут этого сделать физически. В общем, конечно, господин Киреев нас опечалил, но он не опечалил Хабирова. Хабиров бодренько уточнил так, когда мы там завершаем ремонт подъездов. Киреев также бодренько отчитался. 25% мы реализуем 15 июня, 50% 15 июля, 75% будут готовы к 15 августа, а к 15 сентября, аккурат прямо после выборов, мы закончим 100% этого объема. Складывается ощущение, что вот эти программы подъездов, столбиков, заборчиков, это все какая-то черная касса выборов. То есть вот куда эти денежки пойдут? Я нисколько не подозреваю лично Кирееву в том, что он похищает себе по карманам. Ну, похоже, эти бабки пошли на общак. Следуя классической схеме оперативного совещания, следующим вопросом был вопрос о ходе ямочного ремонта на дорогах и во дворах в Республике Башкортостан. Худсовет оперативного совещания, по всей видимости, решил вернуть на сцену дуэт Мухаммедьянов-Киреев. И в этот раз мы тоже видели перекрестный допрос вот этих двух героев. Первым выступал Мухаммедьянов. Он, как обычно, бодро, в привычной ему манере высыпал на слушающих и слушателей, и зрителей ворох цифр, данных. Значит, ликвидировал он, по его словам, 348 500 ям уже за истекший период. Только за 1 мая господин Мухаммедьянов ликвидировал 115 500 ям. Цифры эти, равно как и грандиозные, также и абсолютно непроверяемые. Соответственно, придется, как говорится, брать на веру. План господин Мухаммедьянов выполнил на 67%. Напомню, что вообще-то закончить ему все работы нужно к 15 июня. Город Агидель, например, вообще на 132% выполнил план по ямочным ремонтам, а Уфа на 110%. То есть, дорогие уфимцы, вы должны вообще-то сейчас просто балдеть от тех дорог, которые находятся под вашими каблуками или колесами ваших автомобилей, потому что на 110% господин Мухаммедьянов отремонтировал дороги в городе Уфе на текущий момент. Далее перешли к опасному, а именно к той самой электронной системе дорожный эксперт. Мухаммедьянов сообщил, что у него в дорожном эксперте уже собралось 33 тысячи заявок, из которых 19 тысяч отработано. Что значит отработано, мы не знаем, но тем не менее. А еще Мухаммедьянов сообщил такую вещь, дословно цитирую. «По вашему поручению, Радий Фаритович, начато применение метода термопрофилирования башкиров-автодором, и закуплено 6 терморазогревателей, которые будут разогревать вот эту вот вторичную асфальтную массу». Судя по всему, ни одно новшество, инновация и вообще никакой прогресс в Республике Башкортостан невозможно без поручения дорогого Радия Фаритовича. В скором времени мы, видимо, будем благодарить руководителя и за взошедшее солнце, и за воду из крана, и за дождь, и за урожай. Ну, в общем, только благодаря поручению Хабирова неведомая никому технология термопрофилирования пришла в Республику Башкортостан. Вслед за Мухаммедьяновым эстафету доклада о ямочном ремонте перехватил Киреев, и вот тут, конечно, стало интереснее. Вообще весь доклад Киреева на эту тему был по факту таким саморазоблачением, покаянием и поиском виновных. Ну, начнем с того, что показатели в дорожном эксперте в этой электронной системе у Киреева существенно более скромные, чем у Мухаммедьянова. У него там всего 7446 заявок, из которых исполнено всего 2326. За неделю у него, внимание, всего 411 заявок на всю Республику поступила в систему «Дорожный эксперт», из которых исполнено всего лишь 38. Понимая площадь Республики, понимая протяженность дорог и особенно дворовых проездов во дворах в городах и населенных пунктах Республики, мы понимаем, что 411 ямок, выявленных через дорожные эксперты, это вообще смешно. Наверное, по факту такое количество недостаточно, наверное, даже для одного района города Уфы, а не то, что для всей Республики. Понимая всю провальность этого доклада, господин Киреев начал искать виноватых. Ну, во-первых, он объяснил это так, что разница внесенных и исполненных заявок происходит по причине недостаточного контроля муниципалитетами за проведением работ. Муниципалитеты виноваты. Подворовый обход тем временем выявил 52 тысячи ям, но ямы в систему не внесены, сетует Михаил Юрьевич. Графики муниципалитетов содержат только количественные показатели и не имеют привязки к конкретной яме, к конкретному двору, к конкретному проезду. Что на самом деле затрудняет, по мнению Михаила Юрьевича, осуществление контроля исполнения. А по моему мнению, вообще исключает этот контроль исполнения. Именно контроль исполнения всех вот этих программ и есть то самое уязвимое место. Никто не может проверить вот эти чудесные цифры Мухаммедьянова. Ну, там, 300, там, 15 тысяч, 500 ям он сделал, нашел, отремонтировал. Где они, что они, как отчитаться? По количеству истраченного асфальта? Так его уже никто не посчитает. Ну, в общем, Киреев начал искать виноватых. Отмечается также низкая активность граждан. Эти негодные никуда граждане перестали интересоваться замечательной, чудесной электронной программой, которую кровью и потом создали господин Киреев и Мухаммедьянов. А граждане безответственные и неблагодарные перестали фоткать ямки и вносить их в эту бестолковую программу. Киреев отмечает, что Бешбулякский, Мишкинский и Миякинские районы ни одной заявки за последнее время на ямы не разместили в этой электронной системе. Это, конечно, ужас. Но Киреев не сдается. Он вносит предложение. А давайте главам администрации дадим настоятельное поручение назначить ответственное лицо, которое будет отвечать перед высшестоящим начальством за размещение заявок в этой системе «Дорожный эксперт». Но позвольте. Ну, не далее, как 2-3 месяца назад проводились эти красивые семинары, обучения, назначались ответственные. Прочаковская бегала с папкой и планшетиком, объясняя, как же нужно там вот это фоткать, эту ямку, и как, куда ее там, значит, размещать и так далее. В общем, конечно, «Дорожный эксперт», вот эта система, информационная система, в которую граждане должны были вносить ямки, а власть должна была торжественно их ремонтировать, с треском провалилась. До сих пор непонятно, за чей счет была создана эта система, сколько она стоила. Помните, мы говорили, что выяснилось однажды на одном из совещаний, что нигде, ни в каком контракте, ни в каких конкурсах вообще создание этой системы не числится. Может быть, пора бы снова об этом поговорить? На какие деньги? За чей счет была создана эта программа, которая полностью сейчас дискредитировала себя и провалилась? Именно интерес населения к этой программе, а вернее, полное отсутствие интереса населения к этой программе, говорит о том, что эта программа потерпела полнейшее фиаско. В окончании своего катастрофического доклада Киреев потребовал усить информационную работу с населением. Судя по нулевому отзыву населения на эту программу, эта информационная работа не велась. Но так и хочется задать вопрос господину Мурзагулову, который скромно сидел и не отсвечивал на этом совещании. Ну а чем вы занимались? Где ваши вот эти, как там было сказано, баннеры, транспаранты, радио и телепередачи, вовлечения населения в этот процесс? Ну а если Мурзагулов не понимает по-русски, ну можно этот вопрос задать и по-испански. Кома Ростислав, эсун фракасу. Ну в чем дело вообще? Почему ничего не делается? Ну, собственно, уже, наверное, поздно, потому что сейчас снова вовлекать граждан в этот явночный ремонт было бы глупо, потому что буквально через месяц он у нас должен быть закончен. По словам Киреева, на 11 мая он закончил 25% ремонта ям в проездах между домами, во дворах и так далее. Осталось еще 75% и остался всего месяц. Ну, в общем, честно говоря, я, наверное, начинаю уже повторяться, но Киреев опять подтверждает свою неспособность хотя бы манипулировать цифрами. Хабиров выслушал весь этот доклад, и, в общем-то, реакция его была тоже привычной и традиционной. Он сообщил Кирееву с Мухаммедьяновым, что периодически появляется информация, что ваша система дорожный эксперт не работает. Люди нам сообщают, говорит Хабиров, что вот мы внесем яму в эту систему, она так и остается на месте яма, а в системе она отремонтирована. Что-то, говорит Хабиров, вас сбоит. То ли в головах, то ли в программе, предположил Хабиров. Ну, вообще, на самом деле, надо отбрасывать уже вот эти вот предположения. Реально-то, конечно, сбоит в головах. Программа здесь ни при чем. Она как была бестолковой, так и осталась бестолковой, сделанная на коленке, но за непонятные деньги. Ради Фаритович все-таки сделал предложение и попытался найти панацею решения этого вопроса. Несмотря на то, что он был спокоен, не кричал, не шумел, но, тем не менее, критически он, значит, отозвался об этой программе, об этих, значит, двух клоунах, и попросил Мухаммедьянова, здесь барабанная дробь должна быть, встретиться с общественностью, которая так сильно критикует всю эту систему, и его работу, пройтись там по дворам, по дорогам, значит, причем Хабиров сказал так, вы встретитесь именно с теми, кто вас критикует. Дорогой Тимур Рафисович, вы знаете мой телефон и электронную почту, пожалуйста, включите меня в число тех, с кем вы собираетесь встретиться по поручению Хабирова, ну, если, конечно, хватит смелости. И, в общем, Хабиров дал поручение. Вы, говорит, сделайте такую историю, поводите людей по ямам, может быть, они перестанут вас критиковать. Ну, в общем, конечно, вряд ли. А дальше на оперативном совещании случилось страшное. Хабиров сообщил, что теперь камеры выключаем и продолжаем в закрытом режиме. Честно говоря, вот это то самое, чего многие, в том числе я, ожидали. Рано или поздно вот этот позорный цирк, он должен был прекратиться, потому что, ну, честно говоря, даже если бы не рассматривать то, в какой ироничной форме я это комментирую или кто-то обсуждает, на самом деле даже сторонние наблюдатели и даже чиновники, которые смотрят в Ютьюбе вот эти оперативные совещания, конечно, морщатся и плюются. Либо нужно прекращать вообще эти совещания, делать их закрытыми, то есть, как говорится, двери закрываются, либо, ну, переходить к нормальному формату, к нормальному разговору и обсуждению этого всего в непостановочном формате. Вот это последнее крайнее совещание, оно, конечно, отличалось исключительной постаральностью со стороны самого Хабирова. Какие бы глупости ему не сообщали его подчиненную, он на все говорил, ну, хорошо, дела наши идут хорошо, все отлично. Это все очень сильно напоминало Хамитова, уже такого позднего, который очень хотел, чтобы все было хорошо, и все время об этом приговаривал. То, что вторая часть совещания стала закрытой, ну, может быть, конечно, имеет какие-то причины, возможно, они обсуждали какие-то стратегические моменты, может быть, они обсуждали приезд Путина, о котором стало известно на прошлой неделе, Владимир Владимирович намеревается посетить Башкортостан в июле, может быть, они говорили еще о каких-то секретных вещах, а может, просто сидели и хихикали, вспоминали веселые красногорские времена, как там Костик провел выборы, а там Ростик, значит, там развел общественную палату, не знаю. Но сам факт наличия вот этих вот закрытых частей совещаний и то, что совещание правительства стало распадаться на две части, это, конечно, нехороший сигнал, либо они устали, либо им надоело, я не знаю. На прошедшей неделе произошло событие, которое не связано с оперативным совещанием, но которое я не могу обойти своим вниманием, и говорю я о внезапной и совершенно непонятной поездке Хабирова на Донбасс. Формально эта поездка была связана с тем, что Радио Фаритовичу срочно потребовалось почтить память башкирского генерала Шеймуратова, который погиб во время Второй мировой войны и похоронен на Донбассе. А на самом деле, какие цели и задачи преследовал Хабиров, совершенно непонятно. Компания, в которую он туда ездил, была дико токсичной на самом деле. То есть я уж не говорю про Поклонскую и прочее вот это все. Сообщество людей, которое приехало на Донбасс, вот эти все какие-то суетливые обнимашки с Пушилиным, лимузины с флажками и так далее, это все, конечно, мишура. Надо понять суть, что произошло на самом деле. На самом деле произошло вот что. Губернатор, ну или временно исполняющий обязанности губернатора, крупная политическая фигура Российской Федерации ради Хабиров посетил оккупированную сепаратистами территорию сопредельного государства. Подобные действия, конечно, ну никак не могут быть истолкованы как дружественный шаг со стороны и России, и в том числе и Башкортостана, и самого Хабирова. Вообще-то не принято открыто поддерживать сепаратистов, а люди, которые удерживают власть в Донецкой и Луганской республиках, это де юра и де факто абсолютные сепаратисты, люди, которые пытаются отторгнуть часть территории от суверенного государства Украины. В общем, конечно, выглядит это все как-то кошмарно на самом деле. Какого черта Ради Фаритович в эту историю влез, совершенно непонятно. Есть несколько версий и причин, вернее, толкования причин вот этого весьма экзотического поступка. Одна из них гласит, что Хабирову нужно срочно было доказать федеральному центру, что он там в системе, в теме, значит, и готов на многие жертвы, и готов личным примером показывать, как он поддерживает политику Российской Федерации. Не знаю, насколько это действительно было необходимо. Вторая версия – это то, что есть какие-то скрытые интересы между руководителями Крыма, госпожой Поклонской и вот этим вот странным секретаристом Пушилиным. Я не очень верю в эту версию. И тем более не хотелось бы обсуждать версию о том, что Ради Фаритовичу срочно понадобилось попасть в санкционные списки, как некий признак доблести для российских политиков. Мы все помним, что Хабирову по семейным обстоятельствам приходится часто бывать в Западной Европе, и я не думаю, что он жаждет попасть в эти санкционные списки и потерять возможность общаться со своей семьей, со своими дочерьми. Вообще, конечно, очень странная, нехорошая история вот этот вот визит на Донбасс. Я не понимаю, о чем идет речь. Традиционно по вторникам мы подводим итоги очередного опроса, который проводим от вторника ко вторнику. В этот раз опрос касался именно тех столбиков и заборчиков Киреева. Звучал он так, как вы относитесь к озабориванию городов Республики Башкортостан забором и столбиком Киреева. Обе социальные сети, в которых мы проводили опрос ВКонтакт и Фейсбук, среагировали абсолютно одинаково. 84,5% относятся к заборчикам Киреева крайне отрицательно, и 15,5% относятся крайне положительно. Отмечаю, что господин Киреев набрал существенно больше, чем уровень медицинского обеспечения в прошлом опросе. Но, тем не менее, все эти опросы, конечно же, являются зеркалом отношения к самому Хабирову, а вовсе не к Кирееву. Цифры этих опросов весьма тревожные. На самом деле, конечно, цифра 80 против, там плюс-минус несколько процентов должны наводить на определенные мысли. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова